Добрый день! Одно из самых часто совершаемых в России преступлений – мошенничество. Установлено, что большая часть мошеннических действий совершается с применением телекоммуникационных технологий. Вот как обезопасить себя от мошеннических действий в этой сфере, соблюдение каких правил поможет нам в этом, именно этой тематике посвящена наша сегодняшняя пресс-конференция. Я представляю слово первому участнику пресс-конференции, руководителю управления Федеральной службы судебных приставов России по Ульянской области, главному судебному приставу Ульянской области Тагаеву Андрею Александровичу. Добрый день, уважаемые друзья! Я от лица Ульяновского управления Федеральной службы судебных приставов хотел в рамках обеспечения безопасности и исключения случаев несанкционированного доступа к нашим денежным средствам, находящихся на картах и на счетах, хочу рассказать несколько таких элементарных способов защититься. Первое. Если вам интересна информация о наличии у вас задолженности, либо у ваших родственников, либо у кого-то из каких-то гражданских партнеров, вам необходимо обратиться на сайт службы судебных приставов, банк данных. Но я рекомендую в первую очередь обратить внимание, чтобы сайт был реальным, настоящим. Ссылочка наша r73.fssp.gov.ru Вот только на нашем сайте можно получить полноценную информацию, войти в банк данных и получить всю информацию о наличии задолженности. В дальнейшем, после того, когда установили информацию о наличии, либо об отсутствии у вас долгов, у вас может возникнуть вопрос о способах оплаты, имеющейся у вас задолженности. Так также рекомендую вам, воспользуюсь только теми сносками, теми ссылками на электронную оплату, которые имеются на нашем сайте, повторюсь еще раз, r73.fssp.gov.ru В дальнейшем хотелось бы, чтобы соблюдали все существующие правила защиты, а это исключение доступа к вашим персональным данным, информации о вашей карте, о ваших счетах, пароли, которые у вас имеются, и необходимо их сохранять, они должны быть конфиденциальны. Об этом должны знать только вы. Таким образом, соблюдая правила защиты, вы исключите возможность доступа иных лиц к вашим. Плюс ко всему, ссылки, которые к вам поступают, к вам может поступить на телефон какая-то информация, ссылочка на ваш компьютер. Тоже хочу предостеречь вас, обратите внимание, прежде чем проходить по этой ссылке, потому что эта ссылка может вас отвезти в то место, где либо произойдет доступ к вашим персональным данным, либо вы можете, как говорят в народе, подхватить какой-то вирус. И еще вот как бы в завершении того, что хотелось бы сказать, в период соблюдения правил гигиены, все-таки пользуйтесь антивирусными устройствами. Не жалейте время, когда у вас выскакивает антивирусник и просит проверить. Сейчас сэкономите одну-две минуты, в дальнейшем потеряете и денежные средства на приобретение новых материнских плат, время на восстановление компьютера и так далее. Поэтому соблюдайте информационную гигиену, уважайте сами себя и пользуйтесь теми советами, которые сейчас службы судебных приставов озвучили вам. Спасибо. Давайте так, я обозвучу в первую очередь то, что должно быть на нашем официальном сайте. Во-первых, у нас есть свой специальный дизайн. Первое, что выскакивает на официальном сайте, это сведения о том, что вы можете узнать о своих долгах, второе, выкладка о антикоррупционном законодательстве. То есть на нашем сайте это первое, что выскакивает в этом порядке. Плюс ко всему, что может насторожить? Если вы зайдете во вкладку «Банк данных», обязательно программа проверяет вас на наличие вируса. Она вам выставит коды, которые вы должны ввести, и программа вас проверит. В этом случае вы полностью защищены, потому что программа таким образом работает. Поэтому вот эти три основных шага, которые нужно сделать, подтвердит, что это настоящий сайт. Представляем слово следующему участнику нашей пресс-конференции в Рио начальника Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ульянской области Васильеву Андрею Анатольевичу. Здравствуйте. Ну, в свете последних, так скажем, событий, очень много информации, в средствах массовой информации в том числе, через знакомых, родственников доходит. О случаях, так скажем, телефонного мошенничества, но и не только телефонного. Как это может, так сказать, если, конечно, не секретная информация, как удалось кого-то выявить? Ну, это не совсем, так скажем, информация общего пользования, поэтому я воздержусь. В продолжении данной тематики представляем слово представителя ГКУ «Правительство для граждан», старший специалист группы организаций взаимодействия Организационно-методического департамента Ефимовой Людмиле Михайловне. Добрый день. Ну, хотелось бы, как бы, в общем, так подвести итог вообще о безопасности. Информационно-телекоменционная сеть, интернет, очень тесно проникла в нашу жизнь. Для кого-то это стало источником знаний, для кого-то источником развлечений, для других используется в работе. Кто-то нашел с помощью интернета друзей. И большинству из нас достаточно сложно представить день без онлайн-общения с нашими друзьями, близкими, просмотра каких-то свежих новостей и всевозможных роликов. Вместе с тем следует помнить, что, несмотря на все преимущества, которые представляет там интернет, он может быть использован для населения, нанесения вреда нам, нашим близким и нашему имуществу. Все это говорит о том, что при использовании интернета необходимо проявлять крайнюю внимательность и осторожность. И, как и в реальной жизни, нужно обращать внимание на безопасность. И хотелось бы немного сказать об основных правилах безопасного поведения в сети интернет. Необходимо приложить максимум усилий к защите ваших технических устройств. То есть регулярно обновлять операционную систему. Когда мы видим на экране при выключении компьютера, что приходит информация обновить систему, займет немного времени, но это необходимо сделать для дальнейшей работы. Также необходимо использовать лицензионную антивирусную программу. Когда только мы начинаем использовать сеть интернет, это нужно сделать сразу, независимо от того, какое у вас устройство. Также необходимо применить защитные программы, которые уже установлены вместе с операционной системой. Это, например, программа BrandMauer. Также необходимо создавать резервные копии важных файлов, важных документов, сборка информации и так далее. Необходимо использовать надежные пароли. При регистрации, когда мы регистрируемся на электронной почте, в социальных сетях, пароль должен быть не менее 8 символов и должен содержать как прописные строчные буквы, цифры, знаки. Ни в коем случае нельзя делать пароль, чтобы там отражалась ваше фамилия, имя, отчество и дата рождения. Такие пароли очень простые и очень быстро их могут взломать. Периодически пароли нужно менять время от времени. Программы, которые вы скачиваете, нужно скачивать только с официальных источников. Также не посещайте подозрительные сайты. Если на вашем экране всплывают какие-то сомнительные всплывающие окна, то на них не нужно реагировать, а нужно их просто либо закрыть, скрыть с экрана. Это как раз может нанести вред вашему устройству. Таким образом может попасть вирус на ваш компьютер. Также не нажимайте на красивые баннеры, на рекламные какие-то блоки на разных сайтах. Это также может нанести вред. При работе с электронной почтой. Очень часто приходит рассылка в виде рекламы. Это может быть из любых источников. То есть эти письма нужно просто игнорировать, либо сразу их отправлять в спам. Когда мы отправляем письмо в спам, то уже с того сервера, откуда пришло письмо, к вам на вашу почту больше не придет. Поэтому чем мы будем чаще это делать, тем мы лучше как бы даже очистим нашу электронную почту и вообще сеть интернет. Также на спамы ни в коем случае нельзя отвечать. Если вы видите, что вам пришло письмо от незнакомого человека, либо это вообще сомнительное письмо, лучше его также сразу либо удалить, либо отправить в спам. Но в случае, если вы это письмо уже открыли и увидели, что там есть какое-то дополнительное вложение, ни в коем случае это вложение не открывать. Никогда не пересылайте письма, которые приходят с информацией, разослать это письмо своим подписчикам, своим друзьям и так далее. Как раз в этом письме может и храниться какой-то опасный вирус, который распространится не только на вашем устройстве, но и на устройствах, куда вы отправите письмо. И вообще мы должны защищать себя сами, не вводить личную и конфиденциальную информацию в свои личные кабинеты, потому что не всегда этой информацией может воспользоваться человек, с которым вы знакомы, которому вы доверяете. И, конечно же, нужно внимательно относиться к собеседникам в интернете. Не всегда люди, которые пишут вам в электронную почту или хотят с вами подружиться в соцсетях, не всегда выдают себя за тех людей, кем они являются на самом деле. Вот такие основные правила существуют в целях безопасности. Благодарим вас за участие в данной конференции. Я думаю, что соблюдая простые правила безопасного поведения в сети интернет, можно минимизировать риски от любого вида мошенничества. И еще можно разрешить, чуть-чуть добавлю в конце, возвращаясь к тому вопросу, который был задан. Если все-таки вас смущает та информация, которую вы видите на сайте, и люди все-таки ближе общения с человеком, хочу сразу сказать, что службы судебных приставов каждый вторник, четверг, приемные дни, можно на сайте, можно в телефонном режиме записаться и задать интересующие вопросы. У нас есть группа телефонного обслуживания номер 399305. Можно по этому номеру позвонить и всю интересующую информацию получить. Более того, хочу сказать, что благодаря сотрудничеству с правительством области мы получили две точки в МФЦ, где у нас по средам и пятницам наши дежурные сотрудники находятся одна точка на Минаево-6 в Ульяновске и в Димитровграде по улице Октябрьской. Поэтому среда-пятница интересующие вопросы можно задать еще и по этим местам. Поэтому если вас вдруг смущает вся информационная технология, сложности есть, вот по этим телефонам и по этим адресам вы всегда можете обратиться и получить интересующую вас информацию. Спасибо.